Так будет выглядеть офис врача общей практики в хуторе Чекон. Строительные работы уже начаты. Здесь вынули 60 кубометров грунта. Рабочие приступили к кормированию и заливке бетона. Этот социально значимый проект успешно реализуется благодаря участию муниципалитета в краевой целевой программе. Общая площадь будущего медицинского учреждения составит порядка 200 квадратных метров. А расположится он недалеко от сельской школы на пересечении улиц Парковой и Школьной. Здесь удобно и для школьников, и для жителей здесь находящихся. Ну и в новом здании всегда приятнее работать. И в новом оснащенном здании будут предусмотрены кабинеты врачебного и доврачебного приема, процедурные кабинеты, помещение дневного стационара для жителей села Чекон. В настоящее время здесь проживает 1860 человек, из них 350 детей. Медицинское учреждение здесь просто необходимо. Сельский врач принимает хуторян в маленьком кабинете в здании детского сада. В новой же амбулатории предусмотрен не только просторный кабинет врача, но и дневной стационар. Откроется новое ВОП, отделение общей врачебной практики. Там планируется введение пяти коек дневного стационара. То есть мне станет легче. То есть я не буду послать больных на стационарное лечение в Юровку, в Анапу. То есть я могу лечить их здесь, в амбулатории. То есть больные приходят, прокапались, пролечились и спокойно ушли домой. Пока же на процедуры пациенты ездят в Юровку. Для тех, у кого нет личного транспорта, большие неудобства. Поэтому новый ВОП хуторяне ждут с нетерпением. В Юровку как бы так неудобно. Не у всех транспорт, например, есть, чтобы поехать туда. То есть много стариков, которые не могут на те же маршрутки и автобусы передвигаться как-то. Здесь было бы им гораздо лучше, удобно, те же анализы или еще что-то. Если не подведет погода, объект планирует сдать уже осенью. На строительство выделены средства из краевого бюджета в размере более чем 11 миллионов рублей. В этот же трансфер заложена и закупка необходимого медицинского оборудования. Руслан Душевский, Анапа. Регион.